Девушки отдыхают Хозяйка шикарного коттеджа должна сдвинуть его на метр, или здание придется снести. Как строение оказалось на земле, принадлежащей любовнице мужа, узнаем в суде. Я не отказываюсь ни от каких долгов. Но когда сын вырастет, ему исполнится 18 лет, пожалуйста, пусть расплачивается по долгам. Ваша честь, это бред. Это бред. Может ли двухлетний ребенок задолжать сотни тысяч рублей? Может. Как заставить младенца вернуть деньги, узнаем в суде. Но нам надо вернуть наши деньги. Мы же теперь никому не можем верить после его таких действий. Церковь в маленькой деревне много лет была закрыта и почти разрушена. Недавно появился батюшка, который начал ее восстановление. Но кто он на самом деле и какие цели преследовал, предстоит разобраться суду. Прошу всех встать. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Кончаровой Виолетты Владимировны, Кабаевой Алине Сергеевне. Иск заявлен о сносе строения. Все верно, да? Пожалуйста, Три Летта Владимировна. Я предъявляю иск о сносе строения. Так, что за строение? Да. Ответчица. Моя нынешняя соседка по дачному участку. Ну, как соседка? Она ей недавно стала. Она вступила в право наследства. Муж умер. Так вот, что я хочу сказать. Когда Юра так звали у ее бывшего мужа, был жив, и ее еще не было. У нас не были замечательные соседские отношения. Но когда появилась вот эта неадекватная барышня, все просто перевернулось. Вот, ну, встала с ног на голову. Девушка молодая. Ей нужны приключения. У нее постоянно какие-то компании. У нее постоянно какие-то шум, гвал, тарарам, пьянки. А какое отношение ты к дому имеешь? Ну, если там тебе слопок, а никто не давал, и меня не перебивай. Истец, суду объясняйте. Она перебивает. Так вот, в тот момент, когда она появилась, эти пьяные компании жизни просто не давали. Я ночью как-то проснулась, у меня скрежет сумасшедший металла. Я думала, у меня крыша падает у дома. А это ее какой-то из пьяной компашки забор в дребезги разлилась, машина и задом сдавал. Вы просите ее сейчас снести дом, потому что у нее пьяные компании в доме? Нет, я рассказываю, чтобы была понятна, это история, почему терпение пришло. Вы мне объясните сначала свое основание, а потом расскажете историю. Я не понимаю, почему сейчас должна ответчик снести свой дом. Как это у меня нет основания? Ее дом, который теперь она вступила в права наследства и является хозяйкой, заходит на территорию моего земельного участка. Документы у меня все имеют. Вот, наконец. Целый метр. То есть часть ее дома заходит на ваш участок. Как так получилось, что оказалось на вашем участке? Дом кто строил? Юра. Ваш супруг? Да, мой супруг. Она к этому дому имеет отношение только с тем, что явилась. Когда строили дом? Когда строили дом? Ее не было. Ну хорошо, ее не было. Участок-то у вас был? Участок у меня был. И вы уже понимали, что дом Юрия заходит на ваш участок? Да, у нас были с Юрой замечательные отношения. И вы не возражали? Я не возражала. Получше расскажи, какие у вас отношения были. Это не твое дело. Да. Так теперь у вас требование такое возникло на основании чего? На основании неприязненных отношений с ответчиком? Все дело в том, что у нас были более близкие отношения, нежели дружеские. Если бы был жив Юра, то на сегодняшний день я бы была его женой, я бы эту пережила однозначно. Этот дом, потому что по большому счету на сегодняшний день он больше мой, нежели ее. Она всегда была его любовниц. Потому что я принимала прямое участие в постройке этого дома, когда он строился. Ее даже рядом не было, а я всегда была рядом с Юрой. При этом я спокойненько сейчас живу так. Так что ваша позиция понятна. Мне право устанавливающие документы на дом и на землю. Да. И здесь еще я вызывала инженера из кадастра, и он по документам установил, что ее строение... Что дом на один метр заступает на ваш участок. Да, 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 на мой участок. Пожалуйста, ответчик. Иск признаете? Нет. Ну а сам факт того, что ваш дом, который сейчас принадлежит вам, заступает на участок истца? Признаю. Признаете. Ваша честь, я уже четвертая. Что делать будем с этим? Ну, я сейчас объясню. Я четвертая жена Юры. И просто... Это только официальная, я так понимаю, да? Да, да. И Виолетта, она была любовницей его, между там второй и третьей женой. В итоге, когда они жили вместе, Юра купил ей этот участок. И тогда же строился дом. А тебе завидно? Правидно. Когда было у вас отношение, когда она жила в этом доме, никаких претензий не было. Сейчас все обернулось другим боком, и естественно у нее появилась куча претензий. У нее участок 40 соток. Да. Он абсолютно неухоженный, весь порос Бурьяна. Какая тебе разница? Это мой участок, я Бурьян с детства обожаю. Алена Сергеевна, ну участок ее, собственник-то участок. Участок ее? Ну там ничего нету, ни построек, ничего. А дом ваш? Да, я понимаю. Ваш дом заступает на ее участок. Не важно, что там на нем. Дело в том... Бурьян, грядки, это вообще совершенно не имеет никакого отношения. Дело в том, что когда меня еще не было, и они встречались, тогда он купил ей участок, купил дом, и тогда не было претензий никаких. В течение пяти лет этот дом находится там пять лет, он достаточно большой. 170 квадратных метров. Даже тут есть фотография. Сейчас покажу вам. Вот. Вот этот дом. 170 квадратных метров. И в итоге она сейчас мне предлагает взять и снести один метр. Несущая стена, которая конструкция, там у меня гостиная и кухня. Она предлагает просто взять и снести. И в итоге... Так, передайте мне, пожалуйста, значит, свои правоустанавливающие документы, фотографии, свидетельства о смерти супруга и свидетельства о правильном наследстве. Метр это на моей территории. А еще по закону она должна отступить со своей постройкой от моего... Раньше тебя это не волновало, да? Какая тебе разница? Алина Сергеевна, ну вы понимаете, что действительно ваш дом заступает на участок, вам не принадлежащий. Он там стоит. Как решать проблему? Я предложила, я уже предложила вариант. Я сказала, давай, я тебе дам 100 тысяч рублей за этот метр. Там участки вообще мало стоят, они невостребованные. Там сотка стоит 10-20 тысяч. Я предлагаю 100 тысяч за целый метр земли. Она не соглашается. Я не планировала продавать. Где ты видела объявление о том, что я хочу продавать свой участок? Понимаешь? Это мой участок, я на нем хоть бурьян выращу, хоть камни. Пять лет все было в порядке. Пять лет стоял дом, тебя это никак не волновало. Сейчас же все, да? Это мои пять лет, ты там только-только появилась, хозяйка новоспеченная. Я считаю, что это абсолютный абсурд сносить дом. Ты вот вообще сможешь покрыть мне расходы? Я должна покрыть расходы? Ваша честь, этот дом я, можно сказать, строила. Ее вообще тогда не было. Очень мало лет, как в школу ходила, блин. Это дом, понимаете? Вы его, может быть, и строили. Вы его, может быть, и строили. Сейчас вы просите его снести. Почему-то весь дом. Постребование заявлено сносить. Я не требую прямо весь дом. Если она может, пусть несет счастливое. Послушайте, послушайте, вам чисто психологически легче станет, если... Да, да. Давайте я вам объясню. Ответчик дом сносить не будет. У нас сейчас есть технологии, которые позволяют ей дом просто передвинуть. Это ее проблема. Просто немножечко делается фундамент, убирается с вашего участка, и она дом свой передвинет. То есть, ну, вы своей цели, отомстите, ответчице, не достигнете. Мало того, решение... Смотрите, посмотрите, послушайте меня. Если я сейчас... Понимаете, решение суда должно быть еще и исполнимо. Даже если я сейчас вынесу решение в пользу вас, то есть защищу ваше нарушенное право, это решение надо будет исполнить. Не будет она сносить этот дом. Максимум, что она сможет, его передвинуть. И вам... Что вы добьетесь? Устередвигает. Я не хочу, чтобы она была на моей территории. Послушайте меня. Вам сейчас ответчик предлагает купить этот вот ваш метр от дома за достаточно приличные деньги. Дружеский совет. Берите деньги. И мы не открываем этот черный ящик. Нет. Нет? Серьезно? Нет. Была первая жена у Юры. Вторая жена была у Юры. Точно. Не хотите обсудить это? Я могу перерыв в судебном заседании объявить. Нет. Говорю, возьми эти деньги и все, и закроем. Ты серьезно. Ты любовницей всегда была и будешь. Была первая жена. Вторая жена была. Третья. Все никак он на тебе этот не женился. Отвечик. Денежные средства у ИСА заберите. Вам нужно время для обсуждения мирового соглашения. Вы пойдете на это? Нет, нет. Я не хочу. Настаивайте на удовлетворение. Я настаиваю. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Я не отказываюсь ни от каких долгов. Но, когда сын вырастет, ему исполнится 18 лет, пожалуйста, пусть расплачивается по долгам. Ваша честь, это бред. Это бред. Молодая женщина похоронила мужа. Но, как говорят, беда не приходит одна. Вскоре оказалось, что ее двухлетний сын унаследовал только сотни тысяч долгов. Но нам надо вернуть наши деньги. Мы же теперь никому не можем верить после его таких действий. Три одинокие верующие женщины пожертвовали свои сбережения на ремонт церкви в своей деревне. Деньги исчезли вместе со священником, которого пенсионерки считают аферистом и хотят призвать к ответу. Деньги исчезли вместе со священником, которого пенсионерки считают, что это не так. Ты чего вообще? Да ты сколько пятна? Ай, не спустите, уберите от меня сумасшедшую эту! Ты сколько была, любовница, столько останешься! Я тебе жизни не дам! Что, тебе плохо, старая, да? Старая? Не 25, тебе 40. Не привыкла, да? Ничего. 15 лет влюбленницах, 4 жены у него, все никак на тебя не женился, да? Прошу всех садиться. Естественно, все же не свечи. Сиди с вами. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил заявленный иск удовлетворить частично, обязать ответчицу снести часть жилого дома, находящуюся на земельном участке, принадлежащем истице. Суд обязывает ответчицу снести часть жилого дома, который находится на земельном участке, принадлежащем истице, потому что возведение строения или его части на чужом участке является самовольной постройкой, возведенной в границах чужого земельного участка, что предусмотрено частью 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. Понятно решение суда странам? Да, спасибо. Дело закрыто. Я тебе говорила про янами в сарае, там вот как... Готовь, как жизнь в Воронеж свой ехать. Не переживай, я домик перенесу, и у меня проблем не будет. А ты вот как жила, вот так, в помойке, так и будешь жить. Да я на этой копейке хожу в парикмастерскую волосы постричь. А что лучше тогда на голове? Ищебродка. Да? Решение суда. Иск удовлетворить частично. Я довольна, что хотя бы частично мой иск удовлетворен. Пусть она свой дом переносит, сносит, что угодно с ним делает. А на моем участке его быть не должно. Да пускай подавится, я этот дом так перенесу, что он никакому закону мешать не будет. И еще туда своего нового мужа заселю. Истец требует от наследников вернуть долг умершего друга. Ответчик в интересах своего несовершеннолетнего сына иск признает частично. Пожалуйста, по обстоятельствам делал. Ваша честь, я требую, чтобы вернули мои деньги, которые я дал своему приятелю. Почти год назад, буквально там небольшая сумма для них. 400 тысяч рублей с процентами. Вот, я вообще сам хотел заработать. Сумма долга 400 тысяч рублей. Договор займа был заключен, да? Да, я им дал. Проценты сколько составили? Под 6 процентов в месяц. 6 процентов. Договора не было. В месяц? В месяц. Вот, я им дал эти деньги. Сейчас, сейчас ты сколько сумма составила долга? С учетом процентов? 616 тысяч рублей. 616. Мой приятель Николай Кульпатов попросил меня на покупку машины. Ему выгодное предложение сделали, а там машина почти новая. А у него денег не хватило. Он говорит, давай ты мне дашь в долг деньги под проценты. Вот, и я как раз куплю машину, а буквально через 2-3 месяца я рассчитаюсь с тобой. Тем более он заверил меня, что у жены, у его есть квартира, которая от бабки досталась. Они быстро ее продадут и никаких проблем. От бабушки, которая только что умерла как раз перед этим, перед мужем. Так, ну и? Вот, он мне документы даже показал на эту квартиру. Сказал, что уже и покупатель нашелся. Без проблем, все, уже документы подписать только осталось. И у меня даже он расписку написал. То имеется расписка, что Николай Кульпатов берет у меня в долг 400 тысяч рублей по 6 процентов. Передайте, пожалуйста, через приставку. Кроме расписки никаких доказательств нет. Хорошо. Вы просите взыскать долг с наследников вот по этой расписке. Да. Правильно понимаю. Ваша позиция понятна. Пожалуйста, отвечай. Никаких наследников нет. Есть один единственный наследник. Это мой сын, которому еще нет двух лет. Сколько было? Я так понимаю, ваш супруг погиб сейчас в данный момент? Да, умер в больнице. Умер в больнице. То есть у него наследники по закону кто были? Вы как супруга и сын? Да, родители его уже умерли, и у него была квартира, в которой мы сейчас живем и жили, которая досталась ему от родителей. То есть я, на самом деле, к этой квартире никакого отношения не имею, поэтому я сразу отказалась от наследства в пользу сына. Что входило в наследственную массу? Только квартира. Квартира 56 квадратных метров у нас. А про машину почему забыла? Она трехкомнатная, сейчас я про машину скажу, она никакого отношения к наследству не имеет. Только квартира, все, больше никаких счетов, денег, машин, ничего нам больше не оставили. Только квартира, в которой мы живем. Все. Стоимость квартиры? Стоимость квартиры, ну, порядка где-то, наверное, 8 миллионов. Угу. Ничего себе. Кроме квартиры еще что-то было у наследовано? Нет. А что по поводу автомобиля? По поводу автомобиля. Так как у меня перед мужем умерла бабушка за два месяца, она жила в Владимирской области в маленькой квартирке. И, как бы, ну, это, естественно, мне осталось наследство, я единственная была внучка у нее. Я через два месяца, я прошу обратить на это внимание, через два месяца только после смерти мужа продала эту квартиру, вот у меня есть договор о купле-продаже квартиры, и купила машину. А когда машину покупили? На эти деньги. Скажи, когда купили машину? Через два месяца после смерти мужа я продала квартиру и купила мою жизнь. Давайте документы, договор о купле-продаже. Все, вот, пожалуйста, все задокументировано. Я не отрицаю того, что я действительно еще при муже ездила на этой машине. Хочу объяснить ситуацию. Машина принадлежала нашему общему старому другу. Он обеспеченный человек, и он мне выписал доверенность с условием, что когда у меня будут деньги, я выкуплю эту машину. И я по доверенности ездила на этой действительно машине, но она не была куплена. То есть она принадлежала другому человеку. Они купили через неделю, они просили на машину. А вот вам вообще о факте вот этой расписки известно? Мне стало известно через полгода после смерти мужа, когда вот этот товарищ пришел и стал требовать денег. Да я сразу не пришел. Сменяюсь маленького ребенка. Кстати говоря, единственный доход сейчас у нас реальный, это... Ваша честь, послушайте меня. Ну не может быть такое. Я специально полгода не обращался к ним, потому что горе случилось. Единственный доход это пособие по потере кормильца. Все, больше никакого дохода нет. Я сижу в декретном отпуске. Естественно, меня никто не берет работать, как вы сами понимаете. Вот благодаря машине у меня есть кое-какая подработка. Я там развожу документы, ну, так, по мелочи. Это меня не касается вообще. Естественно, никакая опека не разрешит способия выплачивать деньги вот этому человеку, который требует с младенца. Я не требую с младенца, я требую с вас. Вы взрослый человек, вы не несете ответственность за него. Это ваш сын. Я порядочный человек, я не отказываюсь. Я не отказываюсь ни от каких долгов. Но, когда сын вырастет, ему исполнится 18 лет, пожалуйста, пусть расплачивается по долгам. Там совсем... Ваша честь, это бред. Это бред, это бред. Это бред. Во-вторых, деньги уже обессендуют. Отдадим мы тебе. Ну, сейчас есть чего-то, не понимаешь? Во-первых, не до 18, а до 14. Во-вторых, занять совершеннолетних детей до их 14-летия несут ответственность их законные представители, то есть родители. У меня больше нет вопросов, суд удаляется для принятия решения. Как у тебя совести хватает. Как у тебя совести хватает. Едешь на моей машине. Мы тебе дали эти деньги с женой, ты понимаешь? На какой на твоей машине ты что несешь? Я давал твоему мужу. Далее в программе. Но нам надо вернуть наши деньги. Мы же теперь никому не можем верить после его таких действий. О, это все в вас говорит. Церковь в маленькой деревне много лет была закрыта и почти разрушена. Так, недавно появился батюшка, который начал ее восстановление. Но кто он на самом деле и какие цели преследовал, предстоит разобраться суду. Как только земля таких носит. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Заявленный иск удовлетворить взыскать несовершеннолетнего сына умершего в пользу истца сумму долга с процентами, которую умерший обязан был выплатить истцу в размере 616 тысяч рублей. Возложить обязанность по выплате данного долга на мать несовершеннолетнего наследника. Суд удовлетворяет исковые требования, поскольку наследники, независимо от их возраста, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости имущества, которые они получили по наследству. Объясняю вам еще раз, ответчик, что да, действительно, на эту квартиру взыскание не может быть обращено по исполнительному листу, поскольку эта квартира является сейчас единственным жильем для вашего сына. Также не будет производиться взыскание в пользу истца денежных средств из пенсии по потере кормильца, которую вы получаете. Это тоже предусмотрено законом об исполнительном производстве. Но, однако, вы несете, как законный представитель своего сына, как его родитель, вы несете за него ответственность до 14-летнего возраста, в том числе и материальную. То есть сейчас долг свой за своего сына будете погашать вы. Мне не с чего его погашать. Если у вас сейчас нет имущества, но у вас, однако, имеется автомобиль, но если он действительно используется вами для того, чтобы как-то... Конечно. Это единственный ваш доход, да? Да, она обманывает. Получается. Единственный доход. Вы имеете право ходатайствовать перед судом об отсрочке, либо рассрочке исполнения судебного решения. Понятно решение суда страна? Да, все ясно. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Я надеюсь, мне Наталья сразу деньги отдаст, и мне не придется еще раз обращаться в суд. Я постараюсь максимально отсрочить все эти выплаты за долг, который я в глаза не видела. А судье, конечно, спасибо за этот добрый совет. Истец требует возврата денежных средств и возмещения морального ущерба. Ответчик иск не признает. Прошу всех встать. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску. Ельковой Надежды Викторовны, Разжогиной Антонина Семеновна и Балыковой Марии Никитичны. Ответчиком заявлен Савельев Николай Владимирович иск о возврате денежных средств в размере 35 тысяч рублей и компенсации морального ущерба в размере 60 тысяч рублей. Так, значит, Истов у нас Ялькову и Разжогину представляет по доверенностям истец Балыкова Мария Никитична. Все верно, да? То есть вы представляете интересы еще двух истов по доверенности. Пожалуйста, доверенность через приставы суду передайте. Пожалуйста. Пожалуйста, Мария Никитична. Слушаю вас. Да, Ваша честь, я подаю иск и представляю интересы двух своих подружек и односельчанок Антониной и Надеждой. Мы требуем возмещения нам 35 тысяч рублей. Антонине 10, Надежде 10 и мне 15. Николай Савельев завладел этими деньгами обманным путем. Каким образом? Побойтесь Бога, Мария. Вот. И еще мы требуем возмещения как это называется? Морального ущерба. Морального ущерба. Своими действиями у нас Антонина два месяца лежит. Вот. Надежда 15 раз вызывала скорую. И я пять раз обращалась к врачу боли в области сердца. Вы по 20 тысяч на каждого, да? По 20 тысяч на каждую институцию. Мы, женщины, живем вот в маленькой деревне Николаева. И мы очень страдаем от того, что у нас службы нет. На окраине деревни есть полуразрушенная церковь Николая Чудотворца. Но эта церковь у нас закрыта. И никто ей не интересовался. Не интересовался до тех пор, пока в нашей деревне не появился Николай Савельев. Ответчик. Он себя. Он себя рекомендовал как священник, как батюшка священник. И он никого не агитировал, ничего. Он прям поселился в этой церкви и стал своими руками доски таскать, кирпичи класть, вот, ворота навесил. Ну, народ сначала смотрел на него, а потом стал помогать. И вот благодаря Николаю Савельеву у нас образовалась церковная православная община. Мы так радовались. Началось восстановление церкви. И, значит, главным идейным руководителем был наш Николай Савельев батюшка. Вот. И в конце концов, знаете, даже вот столько влезет прошло, не было у нас никаких служб. А он даже стал службы в нашей полуразрушенной церкви, службы стали вестись. И он исповедовать нас стал. Мы решили, что это вообще Божья благодать спустилась к нам. Это Божье провидение. Вот. Так было до начала января. А в начале января батюшка, чудесный наш батюшка сказал, что в Пскове, а наша деревня в 80 километрах от Пскова, там оботкрутился магазин строительных материалов. И началась распродажа. Ну, подешевле, конечно, подешевле. И вот батюшка сказал, что надо не упустить момент, нужно купить для восстановления дальнейшего церкви строительные материалы по дешевке. Надо собрать деньги. Ну, а у нас после рождественских праздников ни у кого из прихожан денег-то нету. Вот. Мы так поговорили с подружками и решили отдать свои похоронные. На Богу угодное дело. Нам ничего не жалко. И мы отдали Антонина 10 тысяч, Надежда 10 тысяч, и я 15 тысяч. Я верила, верила этому ответчику, как вот самим себе мы верили. Ну, вот. А батюшка сказал, что он записку распишет, расписку в получении денег. Мы не требовали записку, но мы верили ему, не нужна нам расписка. А он все-таки написал расписку в получении 35 тысяч. Передайте, пожалуйста, через пристав расписку. Вот. Вот получил батюшка 35 тысяч и поехал за стройматериалами в Псков. Уехал и как с концами, как в воду кану. То есть денежные средства взял именно... Он убег с нашими деньгами-то, убег. Мария Никитична, Мария Никитична, секундочку, взял деньги именно на строительный материал, о чем он написал, для восстановления церкви. 35 тысяч рублей. Нам же на восстановление церкви. Нам ничего не жалко было для восстановления Уехал за стройматериалами и что? Ну вот. И потом нету, неделю нет, вторую нету, месяц его все нет. Мы стали искать его по городам и весям. То есть он убег с нашими деньгами. И только вот благодаря моему сыну, он со своими связями, он нашел его в городе Пскове. И он оказался никаким не батюшкой, никаким не священником, а вообще неизвестно кем. Вот. Ну, я поехала в Псков, мне нужно было его спросить, зачем он это сделал и куда он делал наши деньги. Мария Никитична, то есть вы выяснили, что у него никакого церковного сана не имеется? Нет, И то, что он с вашими деньгами, так в Пскове и остался. И никаких стройматериалов он не приобретал. Нет, он мошенник, аферист, он только выдавал себя за церковного, выдавал себя. Угу. Аферист, мошенник. И еще он блаженный какой-то. Вот, я когда приехала к нему, он меня не узнает, я говорю, где наши деньги? Где наши деньги? А он не помнит вроде ничего, вроде ничего не знает, не помнит. Ну, то есть деньги он вам так и не вернул, я так понимаю. Он клянется, что он психический, психический клянется. Да не клянусь я. Но мы так с этими, с подружками поговорили. Я верующий человек, что я буду крясть. Не хотим мы его сажать в тюрьму, потому что вроде бы грех, мы в тюрьму, его не хотим засадить. Бог ему судья. Я вас понял. В тюрьму его сажать не хотят. Но нам надо вернуть наши деньги. Мы же теперь никому не можем верить после его таких действий. Это все в вас говорит. Ответчик, ответчик, пожалуйста, ваше отношение к иску. Иск признаете? Ваша честь, я не могу согласиться с этим иском. Деньги брали? Расписку подписывали? Писали сами собственноручную. Я не могу согласиться, потому что в данный момент за душой не имею ни гроша. Я в Пскове получаю пенсию. Ну как же ни гроша, раз пенсию получаю. 8806 рублей. Я не отказываюсь возместить. Не отказываюсь. Только вот она правильно говорит. Я человек не совсем здоровый. у меня бывают провалы. Мошинник, аферист. Я запамятовал, что я должен возвратиться туда, назад, что я там провел полгода в этой деревне, в глухой. Забыл. Но когда она передо мной появилась, Мария, ну дайте мне сказать, вы же говорили, дайте сказать, похоронные деньги. Ну дайте ради бога сказать мне. Мария Никитич, не перебивайте, пожалуйста, ответчик. Пусть он выскажет свою позицию, и мы решим, что с этим делать. Она, я ее действительно не узнал вначале. Потом, когда она стала мне все это говорить, я уже сказал, что у меня бывают провалы в памяти. Я начал вспоминать. Я вспомнил, что да, у меня были деньги, но я не знаю, это они мне дали эти деньги, или не они, хотя они женщины очень верующие, хорошие. Потом я начал вспоминать и Антонина, и Надежда, и Мария, но я, если бы не моя болезнь, я бы возвратился назад, если бы я не забыл. Я бы возвратился с этими стройматериалами и с деньгами, но Мария тут немножко грех на душ уберет и говорит о том, что я выдал себя за священника. Да, на каком основании вы службы-то служили? Я скажу, на каком основании. У меня есть здесь вот от патриарха как бы основание для того, чтобы ответить на этот вопрос. Но это не сейчас. Я не рукоположенный человек. Я не имею права на священнические какие-то санкции. Я не имею такого права. Ну, служба-то была от службы. Вы сказали, что я кого-то исповедовал. Это не моя просто. Я человек верующий. Я человек воцерковленный. Я разбираюсь и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Я знаю прекрасно православный катехизис. Я знаю священные писания насчет того, что аферист. вот у меня есть справка. Еще справка. Что вы не аферист. От психотерапевта. Справка о том, что я состою в психоневрологическом диспансере на учете. Но даже психиатр, психиатр мой, у которого я консультируюсь, он считает, что я дееспособный человек. Потому что когда у меня бывает раздвоение личности, а у меня раздвоение личности. И вот когда вот это состояние наступает странное со мной, у меня возникает желание, я начинаю странствовать по деревням, я начинаю восстанавливать, мне хочется восстановить вообще все церкви и храмы на Руси. Потому что мне кажется, что мы погибаем из-за этого, что у нас храмы стоят в похере все, разрушены, храмы. Таким образом я оказался там у них. Таким образом. Я помню отрывочно, что да, мы таскали доски. Зачем деньги брали? Подождите, Мария, подождите, дайте мне сказать, дайте мне сказать, но я не рукоположенный священник. Это я уже понял. Я наставлял их, да, я уже сказал, что я разбираюсь в священных писаниях. Я наставлял их, Ваша честь, но она немножечко лукавит. Она лукавит. Я не евхаристию не отправлял. Я не причащал. Я был в мирском платье. Но исповедовал. Не исповедовал. Не исповедовал. а вел беседы с вами. Богоугодные беседы. того, чтобы... ближе к денежным средствам. У нас заявлен иск о деньгах. Не о том, на каком основании вы службу производили. Это останется в любом случае на вашей совести. Мы этот вопрос рассматриваем. Давайте к деньгам. Ваша честь, хорошо. Хорошо. Я скажу о деньгах. Если они говорят, что они мне дали эти деньги, да, так, наверное, оно и есть. Так и есть. Я когда в этом состоянии своем оказался рядом в поселке, там вот за 12 километров, я был при деньгах, да. Но в этом поселке случилось несчастье, сгорел дом у семьи, у православной семьи. Остались двое, двое, ну, взрослых людей и четверо ребятишек, вот, мало-мало меньше. Я ему отдал эти деньги. Да там молодые живут. Я ему отдал эти деньги, не оставил себе ничего. Николай Владимирович, страховка есть. Ну, почему вы должны страдать из-за этого человека, который больной, обманом, вы дееспособны, вы дееспособны. Я дееспособен, В судебном порядке недееспособным не признавались. Да, действительно, имеется заболевание. Вы согласны возместить вред исццам? Да, я согласен вашу честь возместить. Из каких денег ты возмещу? Мария, я возмещу эти деньги. Суд удаляется для принятия решений. Прошу всех садиться. Прошу всех садиться. Поглашается решение суда, которое стороны слушают молча. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон и установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Иски о взыскании денежных средств удовлетворить частично. Взыскать с ответчиков в пользу истцов 35 тысяч рублей пропорционально заявленным требованиям. В исках о возмещении морального вреда отказать. Суд удовлетворяет иски о взыскании денежных средств по следующим основаниям. В данном случае каждый из истиц предоставил ответчику денежные средства для конкретного целевого использования, а именно на приобретение строительных материалов для восстановления церкви. А что подтверждается представленной суду распиской на которую данная сумма была предоставлена. Факт получения денег от истиц признает и сам ответчик. Принятые на себя обязательства ответчик не выполнил, строительный материал для церкви не приобрел. Поэтому суд удовлетворяет требования о возмещении материального вреда. Даже при наличии психического заболевания ответчик дееспособен, поэтому его состояние здоровья не освобождает его от гражданской правовой ответственности перед истицами. Удержание в пользу вашей пенсии. Однако суд не удовлетворяет требования каждой из десятиц о взыскании морального вреда, поскольку моральный вред, причиненный действиями, нарушающим имущественные права другого лица, взыскивается только в случаях, предусмотренных законом. К данному перечню такой случай, как невыполнение имущественного обязательства, не относится. Поэтому в удовлетворении требования о взыскании морального вреда суд вам отказывает. Не предусмотрено законом в случае причинения материального вреда, в вашем случае, возмещения и морального вреда. Поэтому в данном части иска вам суд отказывает. Но 35 тысяч пропорционально всем суммам, которые вы передали ответчику, суд взыскивает с ответчика. Понятно, удержание будет производиться из ваших венец. Что-то еще я... Я, поскольку... Дослушайте меня. Я, поскольку не вправе здесь тоже устанавливать вашу вину в каких-либо преступлениях, но вообще это выглядит как чисто 158-я статья Уголовного кодекса о мошенничестве. Вы извините, 159-я. Афинистов! Афинисты-мошенник! Исклисты не подавали на вас заявление, но у суда обязанность в случае выявления каких-либо преступлений в ходе рассмотрения дела направлять дело в правоохранительные органы, что суд и делает в отношении вас. И пусть уже правоохранительные органы разбираются, может быть, еще какие-то найдутся, да, и пусть уже правоохранительные органы устанавливают, есть состав преступления, мошенничества в ваших действиях или нет. Понятно вам, Мария Никитична, понятно решение суда? Когда он расплатится своей пенсией маленькой, когда он расплатится, дело закрыто? Почему? Решение суда. Иск удовлетворить частично. Это когда же ответчик вернет нам наши 35 тысяч со своей маленькой пенсией? Сколько же времени он нам будет платить? Да мы помрем к тому времени. Я деньги эти возвращу. Это несомненно. Есть люди, есть верующие люди. Я возвращу деньги. Бери все! На гроб копило! Все продается и покупается. Меня продали как какую-то вещь вместе с квартирой. Любовь. Конечно хочу денег еще бы! Моя любовь дорогого стоит! Тело. Ну может пристав хотя бы потрогай? Вам принципиально установить истину или чтобы кто-то попробовал вашу Мне принципиально установить истину, а как мы ее поймем, если нет тактильного контакта? Душа. На что мы пошли, ваша честь? На потерю дружбы, верности, чести. И все ради денег. И все ради денег. Битва за деньги продолжается. В этом суде перебивать могу только я. Для вас эта услуга платная. окончено слушание дела. Значит, мы будем подавать низк на вас. Субтитры создавал DimaTorzok